Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ Карманное пособие интеллектуала Хуан Понсо де Леон и его источник вечной молодости Когда Христофор Колумб во второй раз отправился в Новый Свет в 1493 году, его сопровождал испанец Хуан Понсо де Леон. Во время второй экспедиции в течение нескольких лет путешественники открыли острова, расположенные между Северной и Южной Америкой. Колумб был назначен губернатором нескольких островов, но в 1506 году он уме. Его сын Диего хотел продолжать дело отца, но оставаться губернатором земель, открытых Колумбом, ему отказали испанские власти. Губернатор острова на острове Пуэрто-Рико жил доброжелательный народ Таина во главе с вождем, которого звали Агуэйбан. Хуан решил организовать там поселение, захватил остров и стал его губернатором в 1509 году. Но аборигенов заставляли работать на шахтах и строительстве укреплений. Европейцы завезли народу Таина болезни, от которых у них не было иммунитета, и они умирали один за другим. Однако, Понсо де Леон на посту губернатора значительно разбогател и женился на испанке Леоноре, которая родила ему сына и двух дочерей. Тем временем в 1511 году Диего Колумб подал суд на Хуана, и его права на остров были признаны, а должность Понсо де Леона аннулирована. Понсо де Леон решил продолжать покорять новые территории, и в 1513 году поплыл на американский континент, построив три корабля за свой счет. Он высадился на земле, которая впоследствии стала штатом Флорида, поэтому его считают первым европейцем, нога которого ступила на будущее Соединенные Штаты. Понсо де Леон назвал открытую им землю Ла Флорида, что означает «цветок» по-испански, потому что его впечатлила пышная растительность. Это было 2 апреля, поэтому этот день является во Флориде государственным праздником. Но туда Хуан поплыл не случайно. Источник вечной молодости Понсо де Леон слышал легенду об источнике вечной молодости, который восстанавливает жизненные силы. Аборигены называли этот источник «Вадой Бемини», и говорили, что Хуан искал его, чтобы излечить сексуальное бессилие. Он стал исследовать побережье Флориды, составляя карту. Но так и не найдя заветный источник, в 1514 году Хуан вернулся в Испанию за разрешением колонизации Флориды. Получив разрешение, он приплыл снова в Пуэрто-Рико и стал готовить экспедицию. В 1521 году Понсо де Леон набрал 200 человек, построил два корабля, погрузил на них лошадей и домашний скат, а также подготовил необходимые строительные материалы. Экспедиция высаде. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.